Привет друзья! Сегодня мы погрузимся в захватывающую историю фильма Ворон, культовой классики, которая стала настоящим памятником силе искусства перед лицом трагедии. Фильм Ворон, выпущенный в 1994 году режиссером Алексом Проясом, рассказывает нам мистическую историю Эрика Дрейвена, музыканта, убитого вместе со своей невестой, который воскрес из мертвых, благодаря мистическому Ворону, чтобы отомстить за их смерть. С Брэндоном Ли в главной роли Эрика, фильм получился не только визуально впечатляющим, но и глубоко эмоциональным. К сожалению, жизнь Брэндона Ли трагически оборвалась из-за несчастного случая на съемочной площадке, что бросило тень на весь фильм. Несмотря на это трагическое событие, Ворон имел успех как у критиков, так и у зрителей. Фильм хвалили за уникальный готический визуальный стиль, завораживающий саундтрек и незабываемую игру Ли. Темы любви, утраты и мести, затронутые в фильме, нашли глубокий отклик у зрителей, сделав его вечной классикой. Но как же Ворон ожил на большом экране? Путешествие фильма началось с серии комиксов Джеймса Обара, родившейся из его личного горя, после потери невесты. Обар вложил всю свою боль в мрачную историю Эрика Дрейвена, передав в ней всю гамму чувств утраты и возмездия. Голливуд вскоре обратил внимание на комикс, и права на экранизацию были выкуплены. Творческая команда, включая сценариста Джона Ширли и продюсера Джеффа Моста, тесно сотрудничала с Обаром, чтобы сохранить верность первоисточнику. Алекса Проэса, известного своими визуально потрясающими фильмами, привлекли мрачные темы и готическая атмосфера проекта. Выбор Брэндона Ли на главную роль стал поворотным моментом. Талантливый мастер боевых искусств и актер, Ли глубоко проникся эмоциональным путешествием Эрика Дрейвена, полностью посвятив себя роли. Его самоотверженность и страсть были видны в каждой сцене, что делает его безвременную кончину еще более трагичной. Влияние Ворона, вышло далеко за рамки его первоначального релиза. Его уникальное сочетание готической эстетики, элементов супергероики и рок-н-ролльной атмосферы нашло отклик у целого поколения. Это привело к появлению сиквелов и сериала, хотя ни один из них не смог повторить магию оригинала. В 2024 году вышел перезапуск с Биллом Скарсгардом в главной роли, призванный переосмыслить историю для нового поколения. Фильм, снятый Рупертом Сандерсом, получил смешанные отзывы. Одни хвалили его визуальный стиль, другие критиковали за отсутствие оригинальности. Несмотря на все трудности, наследие Ворона продолжает вдохновлять. История о любви, потере и мести остается мощным нарративом, который находит отклик у старых и новых поклонников. Последняя роль Брэндона Ли навсегда останется в нашей памяти, напоминая о хрупкости жизни и неприходящем влиянии искусства. Вот и все, друзья. Наследие Ворона – это кинематографический триумф, рожденный из трагедии, который продолжает очаровывать и вдохновлять. Не забудьте поставить лайк, оставить комментарий и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые выпуски о ваших любимых культовых фильмах. Спасибо за просмотр и до новых встреч. Пусть дух Ворона живет. Продолжение следует...